Кубань не зря называют главным рисосеющим регионом России. В крае сосредоточено более 70% всего производства риса страны. Площадь сева в этом году составит около 120 тысяч гектаров. В прошлом году, несмотря на сложные погодные условия, кубанцам удалось собрать около 900 тысяч тонн риса. Свой весомый вклад несли и славянские рисоводы. Рисоводы закрытого акционерного общества Приазовская в минувшем году получили 76 центнеров белого зерна с гектара. Это отличный результат. И в 2021 году земледельцы делают все необходимое для получения отменного урожая. Прежде всего нужно было провести посевную риса в оптимальные сроки. Глава Славянского района Роман Синеговский побывал в этом хозяйстве, чтобы из первых рук получить нужную информацию. Он интересовался тем, как живут аграрии, организации питания, настроениями в коллективе. Спрашивал о ходе сева основной культуры риса. Генеральный директор закрытого акционерного общества Приазовская Иван Сирота рассказал о стабильном профессиональном коллективе, о том, как идет работа и о том, как удается добиться высокого качества сева. В первом отделении хозяйства под рис в нынешнем году отведено 845 гектаров. Управляющее отделение постоянно контролирует ход работ. Погодные условия внесли свои коррективы. Мы немного позже начали посев. В принципе, производство от этого не пострадало. Агротехнические сроки мы выдерживаем. Срок все идет. Машино-тракторный парк нам вполне позволяет работу производить в сжатые сроки, самое главное – качественно. Тем более в этом году оптимальный температурный режим где-то недели на две позже подошел. Так что все нормально. Надежды, как всегда, возлагаем большие. У нас в основном такие сорта «Рапан», «Патриот», «Хазар», «Полевик» в основном в селекции Ковалева Виктора Савельевича. Потенциальная урожайность от 7 до 10 тонн с гектара планируем собрать. Благодаря отлаженной организации посевных работ приазовские рисоводы финишировали с посевной в числе первых в муниципалитете. Хозяйство завершило сев риса на площади 3230 гектаров, а в районе осталось засеять около 5000 из 44100 гектаров, запланированных под эту важную культуру. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин